Здарова, это Шамшурин и это видео посвящено излюбленной теме мужчинок, которые все больше и больше ноют в каналах специально для таких. Почему все женщины шлюхи, почему они все меркантильные, почему они все злые, почему хорошие сейчас не найти. Значит, смотри, какая предыстория. Не так давно Юра, тренер нашего проекта, мой коллега и друг, он выложил видео, где поделился радостью от рождения второго ребенка. То есть, искренне классное, офигенское видео. Юра, если ты видишь этот видос, я тебя еще раз сердечно с этим поздравляю, это очень круто. Второй сын. И в этом видео в комментариях один и тот же чел, причем несколько раз, начал писать следующие вещи, которые мы постоянно слышим от людей. Что семья и радость, типа ты в своем уме, то есть там что-то было написано, ты серьезно, что семья это радость. Потом там было написано, что ты станешь гарантированно отцом выходного дня и снабженцем для какой-то, какой-то там женщины и так далее. Ну, для своей там, допустим, жены или бывшей жены. И еще куча-куча негатива, что мы олени, что мы там баба-рабы и что-то, что-то в этом духе. И по сути дела это сподвигло меня снять это видео. Сейчас я буду вас разносить. Это видео фактически про ярлыки, стереотипы и зашоренность, мышление, которое мешает тебе быть счастливым и добиваться тех результатов, которые ты хочешь. Сейчас, как я уже сказал, развилось огромное количество мужчин, которые пишут, что все женщины такие, сякие, третий, десятый. Самое ключевое слово «все» и ключевое слово «все эпитеты негативные». Почему так происходит? Почему у них так? То есть, безусловно, мне этих мужчин жалко, потому что им больно. Им обидно, у них болит, потому что у них есть негативный опыт, где у них что-то очень сильно не получилось. То есть, они сделали какую-то попытку, получили крайне негативный опыт, и теперь у них в голове сформировалось такое ощущение, что все выглядит именно подобным образом. Тут другой вопрос. Смотри, ну, если у тебя негативный опыт, как бы ходи с ним и радуйся, ну, в кавычках радуйся, ходи с ним сам, ну, знаю, там, крути его в своей голове и думай, что мир плохой, злой и серый. Вот. Фишка-то в чем? Что почему эти мужчины пишут это в комментариях, причем не один раз, а прям несколько раз? Им очень важно, чтобы его коммент увидели. Все очень просто и элементарно работает. Каждый опыт, который есть у нас в голове, мозгу нужно подтвердить. То есть, ты сам ищешь подтверждение своего опыта. И когда он в комментариях пишет вот эти негативные эпитеты, что происходит, он искренне надеется, что кто-то напишет, да, да, чувак, ты прав, именно так все и обстоит. И тогда ему станет легче только от того, что его опыт подтвердился. Задача подтвердить любой опыт, будь то позитивный, будь то негативный. Ну, в случае с этими парнями, у них никогда ничего в жизни хорошего не будет, потому что вместо того, чтобы встать, отряхнуться, включить всю свою осознанность, сказать, стоп, а на самом ли деле истина такова, они еще больше и больше и больше тонут в этом болоте. Есть еще вторая категория мужчин, которая все-таки как-то сконцентрирована на моем канале. Это мужчины, которые даже имея этот негативный опыт, они все равно смотрят мои видео, они учатся у меня на моих тренингах, из моих видеокурсов, для того, чтобы этот негативный опыт переключить в позитивный, чтобы нарисовать там знак плюс. И у них, надо сказать, обязательно это получится. То есть, если у тебя есть уверенность в том, что ты можешь изменить мир вокруг себя, конечно же, а не весь глобальный. Если у тебя есть уверенность в том, что есть люди, у которых что-то получается, значит, и у меня обязательно получится, то рано или поздно твой позитивный опыт будет подкреплен. Он, причем подкреплен очень много, очень сильно и очень-очень позитивно. Откуда берутся эти негативные стереотипы, ярлыки и зашоренность мышления? Конечно же, это то, что ты сделал разово, я подчеркиваю 10 раз это слово, один-два раза у тебя не получилось, у тебя сформировался негативный опыт. Это негативный опыт твоих родителей, которые, возможно, очень сильно тебя даже любили, но они были такими и есть такие, дай бог им здоровья, какие они есть сейчас. И то есть они вольно или невольно передали тебе свой жизненный опыт, свою жизненную философию, свое мировоззрение. Также этот опыт поддерживают друзья и твое окружение. То есть твои друзья это плюс-минус люди, которые думают примерно так же и относятся к жизни примерно так же, как и ты сам, иначе вы бы с ними просто не дружили. И вот, например, пример с бизнесом, откуда может взяться негативный опыт. Допустим, мужчина делал рекламу в интернете, один или два каких-то баннера, то есть он туда закинул кучу денег, он подумал, что вот сейчас все сработает. И что происходит? В итоге нет никакого отклика. Он взял себя за голову, подумал, что блин, ничего не работает, интернет-реклама это зло, этот бизнес вообще не прокатит и так далее. Но мы совершенно забываем о том, что там должно быть много попыток, это реально должно быть, потому что редко, когда у людей получалось что-то с первого раза, тогда все были бы бизнесменами. Например, когда мы делали рекламу, то есть, допустим, мы делали АБТ-тест из 20 баннеров, и тот баннер, на который я возлагал самые большие надежды, я говорил, вот это прям просто приведет к кучу клиентов. Он вообще никак не срабатывал. А какой-то стрёмный, на который я даже не рассчитывал, он на самом деле конвертил публику. Вот так вот это работает. Поэтому здесь ключевое, что нужно было делать не один раз, нужно было не торопиться делать выводы, тем более негативные выводы. С женщинами то же самое. Ты один раз пошел, познакомился на улице, набрался смелости, может, буханул перед этим, и наткнулся на девушку, которая на тебя очень негативно отреагировала, сказала, там, отвалите от меня, отстаньте, сейчас придет мой муж, там, и так далее. Все, у тебя в голове запечатлилось. Дальше ты пошел на свидание с этой девушкой, дальше ты пишешь красивым девушкам в Тиндере, например, и эти девушки тебе не отвечают или не ставят взаимных лайков и матчей. Ты в этот момент подумал, блин, это, наверное, потому что я там лысый, маленький, или там толстый, или короткий, или жирный, или длинный какой-то, или потому что у меня нет там квартиры где-то еще. То есть, если, не дай бог, в этот момент ты будешь заморочен какими-то своими негативными мыслями о своих неуспехах, твой мозг обязательно свяжет эти неуспехи с неуспехами с женщинами. И ты будешь ходить и думать, что женщина на меня не реагирует, потому что у меня там однушка Навыхина, не знаю, у меня особняк в центре где-нибудь, в Барвихе. Далее, ты идешь на свидание с какой-то девушкой, потому что ты не знаешь, как себя вести там, и не знаешь вообще, в принципе, ничего про то, как общаться с женщинами. То есть, эта женщина посидела с тобой, не сама же она на тебя будет набрасываться. В итоге, в конце, когда уже все закончилось, ты сделал робкую попытку, там, не знаю, поцеловала ее в щеку, она ушла, ты ей не понравился чем-то, и больше она не вызвалилась. А ты уже сделал негативный опыт о том, что вот все женщины приходят для того, чтобы там пожрать за мой счет, а потом по итогу рассасываются, им ничего не надо, и они такие-то меркантильные, какие-то сики. И это все неправильно, это все всего лишь твое неправильное восприятие. И так, как я уже сказал, формируется негативный опыт. Но фишка не в этом. Фишка в том, что хрен бы с ним, ты начинаешь искать, где его подтвердить, и чаще всего бывает такая история. Например, есть такие ребята, которых мама недолюбила в детстве. Ну, вот так получилось. Я сейчас не говорю тебе про свою историю, как было у меня, потому что все мы, мужчины, отчасти где-то, большинство из нас где-то недолюблены нашими мамами, причем они старались делать как могли лучше, но так вот получилось. Так у тебя в голове сформировалось. Дальше этот парень идет знакомиться с девушкой в школе, например, в своем каком-то классе. Там получает отказ по каким-то причинам. Далее в институте, далее на работе, далее где-то еще. И то есть с вот этим всем багажом недолюбленности женщин, потому что что мама, что девушки, женщины, которым ты подходишь, по большому счету для тебя, для твоей души это одно и то же. Тебя не любят, тебя не принимают, таким какой ты есть. И с этим всем у тебя формируется в голове такая история, что вообще в принципе женщины меня не любят, женщины плохие поэтому, потому что они меня не любят. И ты несешь эту обиду на всех этих женщин через всю свою жизнь. Это печально. Но еще более печально не это, а то, что интернет ничем не цензурированный. Сейчас как бы это клоака, где можно найти прочую любую херню. И фишка в том, что вот такие вот личности, которые несут эту обиду на женщин через всю жизнь, создают свои каналы, свои какие-то сообщества и ищут там своих адептов этих сект и находят. И ты, возможно, являешься или являлся до сегодняшнего дня, пока мы с тобой не познакомились. Кстати, я Шамшурин, да. Ты являлся адептом этой секты и думал, что вот мир такой плохой, все женщины меня не любят. И искал и находил этому подтверждение своему негативному опыту. Почему ты идешь к этим нытикам? Потому что там тебя понимают. Каждому из нас очень хочется в первую очередь, чтобы нас просто поняли и выслышали. Да, Шамшурин делает по-другому. Шамшурин с порога начинает тебя поливать грязью и говорит, что ты сам в этом виноват. Очнись, давай вставай и как бы берись, учись и делай по-другому, срочно получая новый опыт. Там тебе такого не скажут. Там ты приходишь, тебе говорят, да, чел, мы тебя так понимаем, какой ты бедный и несчастный. И тебе, казалось бы, становится хорошо, но это иллюзия. Потому что по факту твоя жизнь никак не меняется. Как вообще так получилось, что ты получил негативный опыт с женщиной? Во-первых, было мало попыток. Во-вторых, у тебя просто не было соответствующих знаний, пониманий психологии и всего, как это работает. В-третьих, некому было дать тебе грамотную, правильную обратную связь. В-четвертых, возможно, ты один из тех мужчин, которые не привыкли доводить начатое до конца. То есть так уж вышло. Но этому нужно учиться. Если ты решишь получить позитивный опыт с женщинами, тебе просто нужно сказать себе, я сделаю все, что угодно, во что бы ты ни стало, подкреплю этот позитивный опыт, получу самые классные результаты. И дальше идет выбор. По сути, всего два пути есть у каждого из нас. Первый путь – это вот идти и ныть, ничего с этим не делать. Второй путь – это что-то с этим делать. По поводу первого пути, почему очень многие в массе своей мужчины, 90% выбирают в путь ничего не делать. Он очень удобен тем, что ты гарантированно больше не получишь никакой боли и никаких негативных результатов. Почему? Потому что ты ничего не будешь дальше делать. Этот путь легкий. Второй путь – научиться все-таки исправить ситуацию. Он более тяжелый. Ну, как бы человек так устроен, ты в этом не виноват, все мы отчасти суслики. Человек устроен так, что он вряд ли будет прям вот добровольно искать себе тяжелый путь. И ему захочется какого-то комфорта. Тяжелый путь в чем? В том, что ты рискуешь снова и снова и снова получать какие-то отказы, негативные реакции и так далее. Но на этом тяжелом пути я готов тебе помочь. Я с радостью тебе помогу, потому что огромному количеству мужчин уже помогли те знания, которые я им передал. И в связи с этим я приготовил для вас, ребята, подарок. Это новогодняя распродажа всех моих курсов со скидкой до 90%. Ты можешь купить весь пакет всех моих видеокурсов, тренингов и книг, которые общей стоимостью стоят более 70 тысяч рублей с 90% скидкой. Либо зайти по ссылке под этим видео и выбрать интересующий тебя какой-то отдельный конкретный продукт. Для того, чтобы получить дополнительный промокод со скидкой к уже имеющейся скидке и для того, чтобы не пропустить окно продаж с 20 по 24 декабря, тебе нужно зайти прямо сейчас и зарегистрироваться в мессенджер. И есть еще один важный момент. Ты должен расширять круги своего общения. Все же так просто работает. Если ты хочешь быть спортивным и подтянутым, накачаться, то ты идешь к человеку, который в этом что-то преуспел. Если ты хочешь научиться общаться с женщинами, ты идешь к человеку, который умеет общаться с женщинами и активно это демонстрирует. Если ты хочешь зарабатывать деньги, ну логично, что надо идти к человеку, который эти деньги зарабатывает и может поделиться с тобой своим опытом. Но если ты идешь к человеку, который вещает с ютуба нытье и говорит, что все женщины плохие, меркантильные, шлюхи, злые, и они только и думают, как забрать у тебя твой кредитный логан, ты, конечно же, получишь только такое мышление, только такие результаты и никуда дальше не уйдешь. И я знаю, как создать выбор женщин, я знаю, как сделать так, чтобы у тебя в голове сформировался позитивный опыт, как сделать так, чтобы ты был счастлив и ты нравился девушкам, а они нравились тебе, и чтобы это было взаимно наконец-то. Для этого я и организовал новогоднюю распродажу с 90% скидкой. Тебе нужно перейти по ссылке под этим видео, зарегистрироваться в месседжере для того, чтобы получить специальный дополнительный промокод со скидкой к уже существующей скидке, и для того, чтобы не пропустить окно продаж с 20 по 24 декабря. Я желаю тебе в новом году правильного, позитивного опыта, и для того, чтобы он у тебя сформировался, тебе сейчас нужно использовать этот шанс по полной. Все ссылки под видео. Увидимся. Это Шамшуринг. Пока.